Аромат для женщин принадлежит группе Аромат Цветочный Турк. Всем моим подписчикам и зрителям канала большой привет, добро пожаловать на мой канал, с вами Оксана. Это видео будет о моих парфюмах. Я давно собиралась снять это видео, но, скажем так, за не менее времени, чтобы посидеть, порассказывать свои ощущения о парфюмах, я все же решила отобрать некоторые парфюмы, те, которые на сегодняшний день являются моими фаворитами, и показать и рассказать вам, какие ассоциации, какие ощущения возникают у меня в несении того или иного парфюма. И я отобрала лишь те парфюмы, которыми я пользуюсь вот именно в настоящий момент, скажем так, эту зиму, где-то немножко захватив еще осень, буду рассказывать о своих ощущениях, и поэтому, если вам интересна тема парфюмерии, духов, то оставайтесь со мной, приятного просмотра. Маленькая такая предыстория. 16 лет, наверное, я начала пользоваться. Вначале это были какие-то очень, ну, скажем, негромкие названия, да, не было доступа такого, который, естественно, появился спустя какие-то годы. Парфюма всегда был моим must-have, моим спутником, когда я была беременна, и после беременности где-то более года я не хотела, мне не нравились ароматы, оставила их вообще, скажем так, в прошлой жизни, вот просто не лежала ни душа, абсолютно мне не хотелось наносить на себя какой-то запах. Это, конечно же, гормональная перестройка организма. Кстати, девчонки, напишите в комментариях, у кого, может быть, тоже при беременности, при грудном скармливании была вот такая ситуация. И вот моя любовь к парфюмам снова проснулась. Я не парфюмерный маньяк, но, конечно, я понимаю, что у меня тоже есть те водки, те парфюмы, которые мне нравятся. И сейчас расскажу вам о некоторых из них, о тех, которые я вот ношу последние, скажем, месяца-два. И выходя на улицу, даже гуляя с дочкой, просто даже в песочницу я внесу капельку парфюма. Буквально два пшика, не больше. Вот не люблю я тоже, чтобы много от меня шло информации, потому что для меня парфюм – это информация также о человеке. Ну вот есть в этом что-то. Первый парфюм – это фан-де-фендика. Для женщин принадлежит группе ароматов цветочной и фруктовой. Верхние ноты аромата – тангерин, черная смородина и груша. Ноты сердца – жасмин, тубироза и роза. И базовые ноты – пачули и кожа. Я хочу вам рассказать об моих ассоциациях. Он, конечно, он сладкий, но это неприторно сладкий аромат для меня. И с чем он ассоциируется у меня? Вот фан-де-фенди ассоциируется у меня с итальянской женщиной. Вижу, представляю себе итальянку от 30 до 50 лет. Это так, то есть это может быть как молодая девушка, да, женщина молодая, так и женщина уже в возрасте. Это аромат женщины-итальянки, которая гуляет по городу, например, по Флоренции. Вот я вам еще хочу сказать, что ассоциации с духами у меня будут связаны в основном с городами, с событиями моей жизни. То есть с какими-то местами и с событиями из моей жизни. У меня ароматы только так ассоциируются. Эта женщина идет по Флоренции. Она идет по делам, но при этом она не одета как бизнес-вумен. Она одета в блузку, в шелковую блузку с каким-то бантом даже, в юбку-карандаш, но не такую узкую, которая не досковые движения. Почему-то я вижу босоножки, босоножки, да, невысокий каблук. Волосы убраны в хвост, либо легкая какая-то такая заколка, невидимка. У нее большая сумка и у нее папка в руках. Она идет по делам, но она не бизнес-вумен. Она заходит выпить кофе. Если это утро, то, конечно же, капучино. Даже, наверное, все-таки капучино. И знаете, что происходит дальше? Звонок, исходит звонок. И кажется, вот сейчас придет бизнес-партнер или подруга вот такого же, скажем, статуса. Но вот в моем понимании этот аромат несет девушка, которая все же ждет любимого человека, мужчин. Я его могу носить днем. Ходили на балет с удовольствием. Я именно его почему-то взяла. Не душит меня. Он не душит окружающих, потому что наношу его немного. Он сладок, он нежен, он притягателен. Это такая вот итальянка, которая знает себе цену. Она взрослая. Она уже, скажем так, повидала жизнь. И у нее есть статус. Она не стремится только к карьере. Для нее важны чувства. На сегодняшний день он осенне-зимний. Вот такая ассоциация. У кого есть этот аромат, мне было бы очень интересно послушать вашей ассоциации. Для меня он сегодня один из любимчиков. Английский дом Крид. Это селективная парфюмерия. Этот аромат называется Love in White. Любовь в белом. И я узнала об этом, не об этом аромате, а об этом доме лет 9 где-то назад в Москве, работая. Я помню, как мне сказали такую фразу. Гуччи, Версачи, это все хорошо, но нужно переходить на ароматы Крид. Презентовали мне тогда цветочный аромат Flowers. Не помню. Spring Flowers. Пошла за Dolce & Gabbana The One. Там, по-моему, три версии. Лет 8 назад тоже у меня была одна из версий Dolce & Gabbana. Нанеся на руку две версии Dolce & Gabbana The One. Сделав и вдруг подойдя к стенту Крид, погуляв, я всегда покупку совершаю не сразу же, не молниеносно, тем более было время. Я поняла, что один Зуан у меня выветрился, просто его нету, а второй Зуан, просто как-то вот он и нравится. Но по сравнению с этим, я была тогда с супругом, и я сказала такую фразу. И этот аромат, сама нежность. В общем, у меня ассоциация с этим ароматом, это нечто. Цветочный аромат. Аромат принадлежит группе Восточные цветочные ароматы. Выпущен в 2005 году. Он был создан Оливером Кридом на основе его путешествий вокруг света. Верхняя нота апельсин, ноты сердца ирис, нарцисс, магнолия, ирис, итальянский жасмин и болгарская роза, ноты базы, сандаловое дерево, ваниль и серая амбра. Я отчетливо, вот почему-то я чувствую здесь нарцисс, ирис и ваниль. Также, конечно, магнолию. Где-то я чувствую сандаловое дерево. Для меня это аромат нежной, любящей женщины. Вот любящей в том плане, что она настолько воодушевлена, она настолько довольна, она настолько окутана своей любовью к мужчине, что у нее исходит вот этот аромат, который меня лично, у меня в таком состоянии немножко легкого коматоза, в таком, в хорошем смысле слова, вводит. Этот аромат, он раскрывается по-разному на морозе, в помещении, он очень стойкий. Утром нанесла, на следующий день волосы еще имеют запах. Вот я могу сказать, что этот аромат поймет любая девушка, которая любит цветочные запахи, сладковатые запахи. Это не тот аромат, над которым, ну это несложный аромат, в плане того, что на нем не нужно думать. Он будет нравиться всем, именно и окружающим, и вам. Поэтому, если вы хотите вдруг, и не знаете еще мира селективной карфюмерии, и вдруг вам захотелось, начните с него. У меня флакончик 30 миллиграмм. Очень приятно такое шершавое стекло, и здесь герб. По цене он не безумных денег стоит, абсолютно адекватный, но он настолько стойкий, что одного пшика достаточно на день, вот прям на сутки, понимаете, и я не приукрашиваю. Поэтому, если вы хотите познакомиться, попробуйте и послушайте аромат Крит, именно Love & White. Девушкам утонченным, женственным, влюбленным этот аромат придется по душе. Не знаю, как я описала, но надеюсь, вам понравилось. Поэтому, вот еще один такой мой фаворит, любимец этой зимы. Может быть, у кого-то есть парфюм от Крит, другой, напишите ваши отзывы. Следующая моя любовь, это флора. Флора, это магнолия, и по крайней мере, он не стойкий. Тоже вот такой нежный, он будет нравиться окружающим, естественно, он не будет тяготить. Он сладкий, но он не приторно сладкий, потому что вот эта композиция здесь цветов, которая представлена, она, мне кажется, на воздухе, она прям вся рассеивается и остается такой послевкусие вот этих вот цветов. Они есть разные. Флора Байкучи Гламорос магнолия, это цветочно-фруктовый аромат. Верхние ноты, это цитрусы, белая фрезия и зеленые ноты. Ноты сердца, магнолия и пион. И базовые ноты, это мускус, сандаловое дерево и темный шоколад. Женщина-цветок магнолия, квинтэссенция баяния. Мальдивские острова, когда вот идешь и растут магнолии, и ты можешь подойти, нюхать эту магнолию, то есть тропики. Тропики, но не такие тропики, как вот Доминикана, где много людей, где, знаете, тусовки. А вот именно острова Мальдивы, где уединенность, где романтика. Вечером шелковый сарафан босиком по коралловому песку. Со своим супругом мы идем выпить, например, бокал вина перед ужином на закате солнца, который садится в Индийский океан. Две капли этого парфюма, растительность тропическая, магнолия и легкий шлейф этого аромата. И это вот такой Танудайм, вот такая у меня ассоциация еще с одним моим любимчиком. Я думаю, я все-таки к весне, к лету, не знаю, может повторю, но мне очень нравится вот именно эта версия. У кого Гуччи Флора был, напишите, какая версия, как он вам, я люблю. Сейчас самое интересное, да, вы видите два флакона Версачи, как же он, черный кристалл. Да, два флакона черного кристалла. Это сладкий парфюм, он только зимний парфюм, он подойдет не всем, это однозначно. Может быть, брюнеткам он подошел бы больше, но что я хочу сказать, как появился у меня этот парфюм. Лет 8 назад привезли из Парижа этот парфюм, он, наверное, тогда только вышел. Это была зима, были в клубе, джаз-клубе. Вот прям попали в тот день, скажем, в мой образ. Ростяные классические брюки из тонкой шерсти у меня, легкую полоску. И был корсет, кружево черное и зеленый шелк. Это был стиль и секси, и в то же время стиль такой очень классический, очень строгий. Не строгий, классика, вверх, женственно-сексуальный. Любилась тогда в этот парфюм, у меня он ушел очень быстро. Тогда были постоянные выходы в свет, постоянные, скажем так, тусовки. И, в общем, этот парфюм у меня ушел очень быстро. Дальше был второй флакончик. Но второй флакон уже был под заказ на базе этого, потому что он мне очень понравился. И моя любовь к нему стала проходить. Вот мы прям как, знаете, разлюбили друг друга. Я сейчас не вспомню все нюансы. Это что произошло сегодня. Недели три назад, каждый день ежедневно мы с дочкой идем гулять. Я решила попробую, я Версачи знаю, что не мой аромат, попробую. Что вы думаете? Чувства вспыхнули. Я снова его люблю. Этот аромат хоть на каждый день, и я не говорю, что он вечерний. Наверное, все-таки из-за того, что тогда я была еще очень молодой девушкой. Сегодня я уже молодая женщина. В тот момент это были вечера, выходы, выходы, вечера, вечера. Такой аромат вечерний он, да. Очень даже смотрелся со мной хорошо. Мы с ним подружились, сидел. Плюс это была новинка. Окружающие люди, я думаю, его чуют за версту, потому что это на самом деле такой серьезный, тяжелый аромат. Это восточно-цветочная группа ароматов. Верхние ноты имбирь, кардамон и перец. Ноты сердца, апельсиновый цвет, горденья, пион и кокос. Базовые ноты мускус, сандаловое дерево и амбра. Снова дружим. Мне сегодня снова по душе эта сладость, и она меня не душит. Обожаю. Еще один аромат, который я хочу вам показать, это вот такой аромат от Гуччи. Это подарок на этот Новый год. Кстати говоря, я не заказывала, мне подарили. Могу сказать, что не попали. Но не попали не в том смысле, что мне не нравится аромат, а в том смысле, что из всех, которые я вам сегодня показала, этот аромат я наношу наиболее редко. Гуччи Премьер. Что это за аромат? Аромат для меня простоват. Вот лично для меня. Туалетная вода Гуччи Премьер наиболее легкая, чем парфюм Гуччи Премьер. И подходит для каждодневного использования. В верхних нотах пергамот, апельсиновый цвет и марочное шампанское. Цветочное сердце это мускус, жасмин, роза и фрезия. База аромата это дымная кожа, сливочные древесные ноты и почули. Мне выветривается вообще быстрее, чем можно подумать. Мне кажется, полчаса его уже нет. Ну, может не полчаса, максимум час. Если вот Versace, черный кристалл, естественно, селективный Love in White от Doma Creed, Fendi Fendi, даже флору. Ну, может быть, флору нет, но вот те три аромата я вечером на любое торжество нанесу и буду знать, что я чувствую себя в своей, скажем так, оболочке. То этот аромат вечером я никогда бы не одела. И не потому, что он не вечерний. Можно для кого-то он будет именно вечерним. Для меня очень прост. Когда я забыла надушиться, я возьму быстренько, когда у меня нету времени, залезть под ключик. У меня ароматы хранятся под ключом в туалетном столике, в такой полке. И мне надо ключ доставать, потому что я его от дочки прячу. Вот это будет стоять наверху, я схвачу, надушусь и я забуду. И я не буду себя чувствовать очень привлекательным. Я не знаю почему. Этот аромат для меня повседневен. Этот аромат можно просто вот даже хоть на пробежку, но это я уже утрирую. Он очень легкий, он сладкий, но эта сладость выветривается моментально. Он такой аромат не вечерний, не для выхода. Мое мнение, я всегда рассказываю свое мнение. И сейчас я пишу, я его вижу, ну, девушка, молодая студентка, собирающаяся на лекцию. Студентка, скажем так, у которой есть возможности хорошо одеваться, простить автомобиль, наносит его и идет на лекцию. И получает комплименты окружающих ее молодых парней. Все, я не вижу в этом аромате женской взрослости. Вот так я назову статусности какой-то. Это мое сугубо личное мнение. Хотя, казалось бы, премьер, да? Ну вот нету, нету на бизнес, встречу, на переговоры. Я его не буду использовать. Мне не запоминается. У меня еще ароматы запоминаются. Я не могу описать словами, чем мне пахнет. Мне нужно посмотреть. Я не могу эти ноты ощупать как-то их. Я могу, если мне скажут, версачий черный кристалл, я могу моментально вспомнить. С ним пока еще вот, ну, не подружилась. Может быть, весной, может быть, летом. Может быть, он сейчас не настолько для меня в себе тем ноты и ассоциаций. И не настолько он может быть мой сегодня, потому что сегодня я не ощущаю его с собой в тандеме. В том случае, этот парфюм имеет место быть на моем туалетном столике. Возможно, мы с ним подружимся ближе к весне, когда будут цвести деревья, когда уже будут распускаться почки. Вот, девочки, это были те духи, которые сегодня стоят на моем туалетном столике и которыми я пользуюсь каждый день. Я люблю их менять. В селективной духе все же я пишу больше на выход, не каждый день. Но все вот остальные, которые я вам показала, они у меня на ура идут каждый день. Будь то прогулка, будь то вечером куда-то проехаться по магазинам, сделать какой-то шоппинг, выходной день. В общем, я сегодня снова дружу с ароматами. После вот такого перерыва на фоне гормональной перестройки организма женского, я снова дружу, я снова хочу чего-то, мне ароматы дают, как вам сказать, настроение поднимают. Я думаю, всем нам поднимают ароматы настроения. Напишите в комментариях на сегодняшний день, какой у вас любимый аромат. Напишите также, какие из этих ароматов есть или были у вас, как у вас ассоциации с ними. Вот я надеюсь, мое описание было не очень банальным. Решила вам немножечко рассказать о моих ассоциациях, с чем ассоциируются, когда они вошли в мою жизнь, каким образом и как я с ними дружу, либо ссорюсь, либо снова мирюсь, влюбляюсь, расстаюсь. В общем, какая-то такая вот история. Ну вот, я надеюсь, вам было интересно. Вы поддержите мое видео пальчиком вверх, мне будет очень приятно. Если вы случайно попали на мой канал, обязательно подписывайтесь, будет много интересных видео. А я со всеми прощаюсь. Пока-пока, увидимся в следующих видео. С вами была Оксана, пока. Продолжение следует...